Всем привет! Сегодня мы снова работаем с Windows 11 и я вам расскажу, как сделать ее немножко эстетичнее. То есть добавить некий шарм или фишку. То есть сделать панель задач абсолютно прозрачной. Это не является легальным официальным способом, это скорее всего ошибка, которую мы с вами можем использовать в своих целях. А теперь давайте начнем. Для начала нажимаем сочетание клавиш Win plus R. Далее пишем ReCredit для того, чтобы попасть в редактор реестра. Для всех новичков настоятельно рекомендую, прежде чем что-либо редактировать в реестре, сделать точку восстановления. Далее, чтобы не шариться здесь по папкам, потому что здесь структура очень сложная, просто делаем следующее. Берем из описания путь до необходимого нам параметра, затем копируем его, как это делаю я, и вставляем в строчку выше. И нажимаем Enter. Мы сразу попадаем туда, куда нам нужно. В папочку Personalize. И здесь нам нужен параметр Enable Transparence. Далее двойным щелчком мыши открываем параметр. Пишем сюда значение для начала 0. Нажимаем ОК. Далее еще раз заходим в этот же параметр. И теперь 0 изменяем на 2. Здесь все оставляем по-прежнему. Нажимаем ОК. После чего панель должна стать прозрачной. У меня этот способ почему-то не удался, вероятно, из-за сборки, потому что я получал все последние обновления. Так что попробуйте, если у вас не получится, есть еще один способ. Второй способ более простой и подойдет всем пользователям. Вам понадобится ссылочка на программу Translucentity Beam в магазине Microsoft Store. Берем ссылочку, копируем, она будет также в описании. Вставляем просто в браузере и попадаем именно на эту программу. Нажимаем Получить. Вас перебросят в магазин. Здесь тоже нажимаем Получить. Сейчас она установится, затем мы можем ее запустить. Далее нажимаем Открыть. Не знаю, как вам, а мне, допустим, нравится этот эффект. Посмотрите. Конечно, так иногда похоже еще больше на МАК-Ось. Но мне нравится. Если же по какой-то причине вы этот эффект больше видеть не хотите, то выключается он следующим образом. Нажимаем в трее галочку. Здесь правой кнопкой мыши на приложении и Exit. Все, и приложение выключено. Но если вам приложение это не нужно, просто переходим в Параметры, Приложение, Приложение и Возможности. Находим его здесь и удаляем. И еще, ребята, чтобы ролик не был совсем сухим, я вам расскажу еще парочку фишек Windows 11, которые у нас доступны на сегодняшний день. И теперь, например, диспетчер задач мы с вами на панели не найдем. Таким образом, его можно включить либо при нажатии к правой кнопке мыши на меню Пуск и найти здесь диспетчер задач, либо же еще один вариант. Это нажать сочетание клавиш Ctrl-Shift-Escate. После чего диспетчер задач запустится. Еще одна приятная фишка – это голосовой ввод. Запускается он горячими клавишами Win plus H. Он, конечно же, был и в Windows 10, но здесь он более очеловечен. И после чего мы можем запускать, говорить некоторые фразы, выражения, предложения, и они будут автоматически записываться либо в документы, либо в браузере, либо где вам еще удобно. Также мы все знаем, что Windows 11 поддерживает у нас Android-приложения, но мы это так и не рассмотрели. Так давайте же рассмотрим. Нам понадобится магазин Microsoft Store. Далее в поиске просто пишем любое приложение необходимое, которое вы устанавливали на своем Android, например. Например, пишем TikTok. Нажимаем «Получить», после чего продолжится загрузка и установка, и далее покажу, как его использовать. И вуаля, TikTok работает. То есть таким образом мы можем использовать любые приложения, которые использовали на Android. Ну а на этом все. Вот такие вот у нас получились гайды по Windows 11. Всем всего хорошего. Продолжение следует...